Приветствую вас, ребятки! Мы с вами вернулись в нашу сагу из жизни Джокера Харли, ее сестры, его брата, в общем, тут всех этих родственников. В нашу Санту-Барбару мы с вами вернулись, и большое вам спасибо, что вы с таким вот одобрением отнеслись к нашему новому персонажу по имени Седдер Седд. Это у нас старый потерянный, скажем так, брат Джокера, который у нас недавно таки появился, и, в принципе, он решил поселиться в самой дорогой, по-моему, это самая дорогая квартира Сан-Мишуна. Как вы видите, это у нас такой вот пентхаус. Красивый, кстати, ребята спрашивали в комментариях, что это за квартира. Эта квартира шла вместе, идет вместе с дополнением Жизнь в городе, то есть это классическая стандартная квартира, я ее не строила, ну, кроме детской. Детскую я обустроила, и, в принципе, как вы видите, она очень классная, она, по-моему, стоила, блин, по-моему, около 100 тысяч, могу ошибаться. Но, тем не менее, она мне очень нравится, и я думаю, что мы с вами можем еще поиграть за нашего Седдера, и, в принципе, почему бы нам с ним вместе не ходить в гости к нашим родственникам. Ну, будем, в общем, все будем потихонечку делать. Так, ну что, ребятки, я хочу, во-первых, поменять ему телевизор, как вы помните, как вы знаете. У нас тут есть только один нормально работающий телевизор, у нас один нормально работающий телевизор, нам-нам-нам-нам-нам. Так, где ты? Вот этот, вот этот у нас телевизор, только он почему-то нормально хочет работать, но он здесь повеситься не хочет. Блин, а куда же нам тогда его повесить? Давайте тогда сделаем по-умному, нам придется вот эту нашу стеночку сделать повыше. Так, поднимаем стенки, и, кстати, я сегодня вам покажу кое-что интересное, на что меня подтолкнули, скажем так, наши ребята. Они придумали довольно-таки, дали интересную идейку. Так, какой бы высоты взять? Такой, что ли? Или у нас непонятная высота тогда получается? А если вот такой? О, давайте такой. Теоретически сейчас у нас должно все получиться. Так, покрасили, и с этой стороны мы покрасили. Теперь нам нужно, получается, вот этот краюшек взять, кончик нашей черненьки. Такой это, что ли, он должен быть? Давайте посмотрим. Деревянный бордюр, какой банановый? Банановый бордюр? Блин, я не обратила внимания. Так, конечно, нам будет смотреться не айс, но, тем не менее, мы... Хотя, почему не айс? Мы можем вот такой телек повесить. Смотрите, в принципе... А, что мы еще можем здесь добавить? Смотрите, чтобы все вписалось очень красиво. Давайте-ка возьмем... Добавим, может быть, тут с двух сторон тоненькие колонны. Тоненькие колонны. Вот, допустим, вот такие вот черные. Смотрите, раз. А, ты же не хочешь, у нас же Move Objects не включен. Так, ребят, включаем Move Objects. Так, все, друзья мои, готово. Так, теперь мы можем с вами поставить колонну. Давайте одну здесь, а одну... Вот, тут только мы ее развернем. Хоп, здесь. И вот эту надо развернуть. Во, смотрите. В принципе, ну, знаете, оно теперь смотрится так. Ну, типа, так и должно быть. Будем считать, что так оно и должно быть. Так, ну что, Седер? Пока твоя дочка спит, тебе нужно пойти покушать. Опустим стенки. Давайте, так будет как-то удобнее. И, во-первых, сейчас вам расскажу, какие идеи подкинули ребята под прошлым роликом в комментариях. Ну, во-первых, идея, в принципе, откуда взялся наш Седер. Допустим, Джокер и его брат, они росли вместе, все дела. Но, допустим, потом их судьба раскинула. Как вы знаете, Джокер у нас пошел в преступную жизнь. Ну, а Седер у нас решил не заморачиваться, не быть преступником. Так как их семья была не очень богатая. Ну, почему у нас Джокер решил стать преступником? Ну, не важно, что он был немножко бахнутый на голову. Но, тем не менее, он еще и хотел себя прокормить, скажем так. Седер этим решил не заниматься. И, женившись, он со своей женой пытался заработать какие-нибудь деньги. Пытался хоть что-нибудь, чего-то добиться в жизни. Но, к сожалению, он не успел это все сделать так быстро. Потому что его жена после рождения их маленькой дочери очень быстро скончалась. Ну, всякое бывает. Или, допустим, мы ее убили в какой-нибудь перестрелке. Если мы хотим с вами какой-нибудь экшон придумать. В общем, жена его не стала. И Седер не смог ее спасти, к сожалению. Но потом у него дела пошли вверх, в гору. И сейчас он у нас решил посвятить свою жизнь ресторанному бизнесу. И знаете, что еще ребята подкинули? Какую идейку? А почему бы нам для нашего Седера не сделать ресторан? Мы его сделали там каким-то помощником повара или помощником какой-нибудь посудомойки. А зачем нам так делать, если мы реально можем сделать его владельцем классного, крутейшего ресторана? Я думаю, что вы должны поддержать мою идею. Потому что я хочу ресторан вписать вот в этот городок. Честно говоря, не знаю, где я его смогу разместить. Что у нас тут есть за точки, где мы могли бы поставить наш ресторан. Но я бы хотела сделать именно крутой урбанистический ресторанчик. Ребят, я надеюсь, что вы поддержите мою идею лайком. Ну что? Значит, нам сначала нужно добавить... О, подождите. Элина проснулась. Элина проснулась, или не скучно. Ну иди, поиграй в куколки. Иди, поиграй. Ты у нас такая умная девочка. Ты у нас независимая. Я думаю, что тебе понравится. Так вот. Значит, нам нужно сейчас добавить денежки. Мы сейчас с вами добавим, наверное... Честно говоря, давайте хотя бы пару сотен, что ли. Вот так давайте добавим. То есть, будем считать, что наш Седер, он очень быстро разбогател потом на своем ресторанном бизнесе. Допустим, он работал в каком-то ресторане. Но после того, как смог накопить много денег, он смог открыть свой собственный ресторан. Давайте он пойдет сейчас с дочкой немножко поиграет. А, нет, не ты идешь. Седер? Седер, поиграй, наверное, с дочкой, мне кажется. Поиграй с ней в куклы, присоединится к игре. Седер, который играет в куклы. Знаете, он мне даже нравится как-то больше, чем Джокер внешне. Не знаю. Наверное, за счет того, что он весь такой вот черный, стильный и все дела. Так, играет. Ты с девочкой хоть общаешься, да? Общение у вас растет? Что-то я не вижу, чтобы общение у вас росло. Ладно, давай тогда мы сейчас с тобой попробуем прикупить себе ресторан. Знаю, что бизнес мы здесь начинаем найти работу. Купить ресторан. Вот, друзья, мы можем купить магазин. Но я думаю, что покупать магазин мы пока что с вами не будем. Мы бы с вами открыли действительно какой-нибудь крутецкий, стильный ресторанище, который бы вписался вот в этот весь такой вот новомодный городишко. Я надеюсь, что у нас, конечно же, получится его построить сегодня. Я вам, понятное дело, покажу, как строить этот ресторан. Ну и будем смотреть. Может быть, он вместе с Джокером. Получается, учитывая, что он будет владельцем, то, наверное, Джокер будет совладельцем ресторана. То есть, знаете, ресторан для двух братьев. Точнее, от двух братьев. Сейчас главное нам найти место, где бы мы могли его построить. Потому что, к сожалению, в Сан-Мишуно не так много свободных мест. Так, значит, мы с вами вышли на карту нашего городишки. Значит, нам нужно персонажи могут покупать бизнес, которым никто не владеет, и незанятые жилые участки. Ну, смотрите. В принципе, можно было бы, конечно, в здании недоступных участков. Но пентхаус, я бы не хотела сейчас какие-то занимать жилые места. У нас тут, к сожалению, их не так уж много. Квартиры, квартиры. Я бы, знаете, что купила? Я бы купила. Вот здесь у нас есть дом Морской Волк. Мне кажется, что будет отличным местом, потому что в другом городе я бы не хотела. Купить участок под строительство заведения. Семья Сет планирует открыть новое заведение. Оставшийся бюджет. Мы с вами давайте купим... Снести все? Тут такой вот симпатичный домик, но я сейчас вам покажу, почему я выбрала именно его. Итак, давайте вместе с вами посмотрим. Значит, перевести средства на счет заведения. У нас 248 тысяч бюджет семьи. На текущий ресторан, ну, бюджет семьи я бы не хотела. Давайте введите сумму... Давайте 200 тысяч пока что переведем. 200 тысяч. Подтвердить перевод. Если что, мы, понятно, что-нибудь добавим. Значит, смотрите, чем мне он очень нравится. Тут, в принципе, был довольно-таки симпатичный... Перейти к обучению. Нет, спасибо. Пока нам не нужно. Здесь был довольно симпатичный домик, куда я изначально думала поселить Седдера. Но потом решила, ну, зачем нам его сейчас там размещать. Если, в принципе, мы можем здесь построить какое-нибудь красивое... Сначала, я думала, кафе. Но потом, я думаю, что мы здесь разместим с вами ресторанчик. Смотрите, вообще будет очень круто. С видом на море или это океан. Тут еще какие-то вот... Как раз рыбные, этот самый... Рыбное какое-то производство. Маленькие такие вот домики. Мне кажется, что здесь ресторан очень даже впишется. Так, стоимость 9000, понятно. Требования мы с вами и так знаем. Я думаю, что я выберу черты характера. Давайте мы с вами постараемся сделать реально идеальнейший ресторан. Ну, во-первых, мы с вами возьмем кухню шеф-повара. Потом я бы сделала здесь одну из компанейской навыки обаяния... Нет, это нам не нужно. Физическая активность, укромная, разве что настойчивые гости. Нет, это нам неинтересно. Навыки это... Быстрый интернет. Это нам тоже не нужно. Уютная атмосфера. Быстрее осваивать навыки кулинарии. В принципе, романтическую. То есть, чтобы это у нас был такой вот, с одной стороны, романтический ресторан. О, и место для праздников. Для общественных мероприятий удастся намного проще. Еще, конечно, можно... Смотрите, солнечная сторона. Возбужденная вдохновение. Давайте просто место для праздников. То есть, мы с вами постараемся сейчас создать действительно стильный, вписывающийся сюда, вот в это все, в эти все строения, урбанистический ресторан. Ребят, не переключайтесь. Я вам обязательно покажу, как мы его с вами построим. Поехали! Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не прошло, друзья мои, наверное, пары часов, как наш ресторан уже готов. Так, я предлагаю устроить сейчас экскурсию по нашему ресторану. Я уже заговариваюсь, потому что, серьезно, этот ресторан занял столько времени, ребята, и постоянно какие-то новые идеи приходили в голову. Я порылась в интернете, посмотрела, в принципе, какие есть футуристические рестораны. Ну, не футуристические, а урбанистические, простите, пожалуйста. И, знаете, вот увидела, что очень много было подобных, знаете, соединений растений. И вот такие вот камень получаются, такие вот балки. И, кстати, я вспомнила, что у нас есть вот такие вот прикольные балки, которые у нас создают такой вот необычный эффект. Знаете, такое ощущение, что у нас высокие колонны получаются у нашего ресторана. И вообще, блин, круто смотрится, на мой взгляд. Так, давайте посмотрим, значит, вот такой он у нас двухэтажный, не очень большой, с одной стороны. Но, с другой стороны, тут, как вы можете увидеть, поместится аж целых 46 посетителей. Мне кажется, это вполне достаточно для такого вот заведения. Ну что, я предлагаю переходить в жизнь. Я надеюсь, что мы на паузе, да? Мы на паузе, друзья мои. И теперь, тихо, опускаемся. Раз, два, на первый этаж. И теперь мы можем с вами пройти, получается, вперед. Вот, значит, здесь у нас вот такой вот садик, такая вот тут зелень, все дела, такая красотища. Как вы понимаете, у нас везде тут деревьев не так уж много. У нас в основном высоченные здания. Хотелось бы куда-нибудь прийти, посидеть, отдохнуть. Поэтому тут у нас вот такой вот вход. Мы с вами заходим. Тут, хопа, стоит ресторатор. Ну, я надеюсь, что он здесь будет стоять. И здесь у нас, получается, первый этаж очень высокий. То есть, я решила сделать максимально высоким. И, знаете, мне очень понравилась идея, я также видела в интернете, вот такие вот ограждения ставят. То есть, как бы здесь у нас такая мини-зона, где, в принципе, никто особо толком ходить не будет. Пришлись и мы сели, и им никто не мешает. Здесь же я решила разместить барную стойку, но просто барную стойку, как в китайских кафешках. Знаете, там, кто ходил суши кушать. У них очень популярны такие вот места, вот такие вот точки. То есть, типа, ты садишься, можешь в окошко посмотреть, что там интересного. Ну, или просто пообщаться. Значит, здесь у нас вот такие вот... Ой, ребят, сори, мы с вами забыли, знаете что? Мы с вами забыли вот здесь цветочки разместить. Давайте я размещу здесь цветочки. Так, возьмем тут цветочек. То есть, у нас, как бы, на каждой, получается, на каждом столике у нас находятся цветы, что, в принципе, очень даже симпатично смотрится. И очень так оживляет атмосферу нашего ресторана. Так, вот он, кстати, наш первый этаж. Давайте немножечко опустимся, спустимся с небес. Так, и идем дальше. Значит, что у нас здесь? Здесь у нас по бокам я решила добавить такие вот, как видите, за стеклом... Ого! За стеклом находящиеся веранды. Здесь, получается, по четыре сима могут размещаться. Давайте зайдем внутрь. Я покажу вам симметричную веранду с этой стороны. Здесь у нас может компания целая посидеть. И тоже, как видите, все у нас в зелени. То есть, заглядывать никто не будет. Но, с другой стороны, очень так вот свежо. А тут у нас, ребятки, за невысоким таким вот заборчиком, скажем так, находится кухня. И я впервые решила использовать... Как-то, знаете, я посмотрела, почему мы никогда не использовали вот такой вот... Это что, мишка висит? Понятно, у нас здесь мишка висит. Значит, никогда вот такой вот кухни я почему-то не использовала. И мне кажется, что стоит хоть раз попробовать. Поэтому я одну такую разместила стойку, одну такую. И здесь у нас типа мини, ну, скажем так, складика. Здесь бутылки, где можно помыть руки. И, понятное дело, что мусорное ведро. Давайте выйдем сейчас на улицу, а потом я вам покажу, что у нас на втором этаже. Здесь у нас выход, смотрите, получается, к морю. И тут все могут просто посидеть, пообщаться. Здесь это даже скорее не обеденная зона, а просто такая зона. Можно посидеть, отдохнуть, подышать свежим воздухом, посмотреть на вот эти чудесные колонны. А также послушать, как у нас тут журчат... Это не бассейн. Это вообще бассейн соединенный, получается, с фонтаном. Так, посмотрели мы, что у нас тут. Я предлагаю подниматься на второй этаж. Второй этаж я сделала чуть ниже стенки. То есть у нее у нас, получается, средние высоты. Так, хоп. Тихо. Не сползай, пожалуйста. Значит, переходим на таб. И снова мы смотрим. Значит, здесь мне очень понравилась идея. Сначала думала сделать стеклянный пол вот тут. Но потом я решила, зачем нам делать стеклянный пол, если мы, в принципе, можем с вами... Здесь вот такие вот полосочки. Знаете, как делают в ресторанах. Такая как, ну, перегородки, что ли. Укрепление. Но оно смотрится, мне кажется, очень так стильно и прикольно. Так, здесь у нас небольшое такое вот место для сидений. Тут у нас диванчик, столик небольшой. Тут у нас тоже я решила добавить, блин, балкон. Здесь могут как парочки посидеть, так и какая-нибудь небольшая компания из четырех человек, из четырех симов. И здесь у нас, как видите, высокий такой довольно стеклянный забор. И тут, понятно, где, что туалет. Женский, мужской. Давайте посмотрим. Мужской, женский одинаковые, в принципе. Вот такой вот у нас туалет. Рукомойники, в смысле раковины. Здесь туалет. Понятно, все, что нужно для наших симов. Ну, и еще, в принципе, можно было бы сделать летнюю вот тут площадку, как видите, потому что у нас та зона вообще не занята ничем. Но я думаю, что если мы и будем это делать, то уже в следующий раз. Если вообще будем планировать. Так, друзья, ну что? Мы с вами в ресторане, но подождите. Мы с вами забыли совершенно, во-первых, нанять персонал какой-либо. Посмотреть тип заведения в галерее. Зачем мы заходим с вами в галерею? Нет, нам не нужно сейчас с вами в галерею. Мы должны с вами сейчас, во-первых, выставить... А, все, понятно, ребят. Мы с вами заходим, получается, в наш ресторан. Где наш ресторан? Так, дом «Морской волк». Мы должны его купить в розничный магазин. Я думаю, что настройки ресторана нам сейчас нужно сделать. Значит, наценка начнем, наверное, с 25%. Блин, извините, меню. Мы сейчас займемся меню. Реклама. Давайте возьмем, может быть, серебряный пакет. У нас, в принципе, еще остались деньги, как вы видите. Сколько у нас? 48 тысяч. И, по-моему, я не все потратила на наш ресторан. Можно продать заведение. Качество ингредиентов. Влияет на качество и стоимость ваших блюд. Снести цену за счет ингредиентов низкого качества или впечатлите посетителей высоким качеством. Понятно, но у нас пока что будет такой вот вариант. Дресс-код. Я думаю, что мы здесь можем сделать костюмы. То есть, пусть это у нас будет не обычный ресторан, а костюмированный. Настройка работников. Я вот думаю, что можно, в принципе, такими вот их оставить пока что. Они как раз у нас в тематике черно-белого такого вот ресторана. Меню. А у нас тут только воду подают. Прикольный ресторан, да? Значит, нам нужно выбрать напитки. И я думаю, что нам нужно что-нибудь эдакое стильное. Давайте возьмем обязательно капучино. И нектар купидона. Давайте нектар купидона. А, то есть нам нужно что-то одно, да? Печаль. Блин. А, нет. Оба выбрали. Сложность. А, смотрите. Давайте возьмем, может быть, что-нибудь еще сложностью чуть пониже. Крем-кола. Давайте латте возьмем. И я думаю, что мы можем с вами взять. Потому что, как вы помните, в зависимости от сложных, не все сложные, допустим, или не все легкие напитки могут приготовить наши шеф-повара. Давайте возьмем еще, наверное, пам-парам-пам-пам. Ридж-порт. И кровавую маню. Не, не хочу кровавую маню. Она не смотрится. Приворотное зелье номер 4. А что-нибудь 3 есть? Черный папоротник. Ну, давайте черный папоротник. В принципе, смотрите, у нас есть 1, 2, 3, 3, 5 и 1. Ну, четверки нет, ничего страшного. Так, давайте теперь закусочки выберем. Я думаю, что мы выберем по 2 каждого вида. Значит, давайте возьмем выпечка из микроволновки. Нет, мне стыдно будет такое подавать. Сосиски с соусом карри. Я бы взяла, давайте-ка, пам-пам-пам-пам-банановый хлеб. И, допустим, печеные фрукты, может быть, как закуску. Данго. Давайте данго возьмем. Так, значит, 2. Что у нас на двоечку? Мы можем взять с вами морковный хлеб, хлеб мертвых, брошетки. Давайте возьмем, может быть, глаза и сыр. Нет, не хочу. Давайте, может, 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 гуйкон. И, смотрите, колбаски из фруктов с медом. Я бы взяла еще, кстати, пирожки эмпанада. И давайте, знаете, что выращены в леднике салат айсберг. Ух ты, можно вот такое, смотрите, оно даже так стильно на черных тарелках смотрится. Возьмем еще питательный салат. Давайте тыквенный супчик. Копченое мясо на доске из переработанной древесины. И томатный суп из морепродуктов. А также лепестки из пряного бекона. Я что-то разошлась, я знаю. Ну и последнее основное блюдо. Основное блюдо... А, нет, не последнее, у нас еще десерт с вами. Так, основное блюдо, злаки, ух ты. Основное блюдо, я думаю, что мы с вами возьмем... Давайте свининку возьмем. Предлагаю взять, наверное, бутерброд с тофу. Это для вегетарианцев, по-моему, да, подходит? Да, подходит. Нет, не подходит. Или подходит? Подходит к вегетарианцам. Я думаю, что мы с вами еще также возьмем... Да, то, что аппетит. Бам, маппу тофу со свининой. Давайте, может, еще возьмем итальянские фрикаде, оладьи. Ну, можно взять жареную рыбку, мне кажется. Потом баклажан в кисло-сладком соусе. Ммм, да вкусно. Жареная курица. Блин, ну так нельзя делать эти самые... Нельзя такие блюда вкусные. Смотрите, деревенская рыбная трио. Возьмем, конечно. Рагу туриста. Чили с овощами. Киш со шпинатом. Булочка со шпинатом. Лосось с пряными травами. Рыба с жареным картофелем. О, смотрите, салат с жареной грудинкой. Блин, почему? Сексимское чудовище. Нет, не хочу. Кубики ахи с васаби и овощами. Отлично. Стейк. И давайте кексы из сот. Амар термидор. Пусть такое будет блюдо. И самое вкусное, ребятки, десертики. Десертики. Я думаю, что мы возьмем парочку шариков мороженого. Такое вот черное. Потом вот такой радужный щербет, чтобы детям было что купить вкусное и интересное. Потом пончик возьмем обязательно. Пончик мы выбрали, выбрали. Пончик с беконом. Это десерт. Ну, в принципе, смотря как посмотреть. Фиолетовый. Давайте возьмем такой вот десертиц. Торт зомби. Нет, он не будет симпатичным. Фруктовый. Черно-белое печенье. Голубая луна. Голубая луна. Каноли. Смотрите, сдвиг по фазе. Прикольная такая штуковина. Ванильные ракушки и шоколадная икра. Блин, я бы попробовала. Чизкейк Сим Сити. Вот это вкусно. Торт мороженая Аляска. И засахаренные блоки из кокосовой стружки. Прекрасно. Я думаю, что мы можем с такого вот начать. Костюм. Серебряный изменить меню. Есть. Ну, давайте действительно вот такой белый-белый. Прекрасно. А что у нас вот здесь у этих товарищей? Ну, эти пусть такими и остаются. Так, мы все выбрали. Отлично. Обзоров ноль. Открыть. Давайте что, будем открываться, да? А что у нас тут? Чего не хватает? А, ну да. Текущая работа шеф-повар. Мы никого с вами не наняли, да? Вадим Мухин. Надо кого-нибудь более-менее... Давайте Вадима Мухина. Отлично. Пока что второй у нас закрыт. Кто у нас будет официант, правильно, да? А, не, нанять официанта. А у нас хоть кто-то симпатичный тут бывает? Ладно, давайте Авани... Авани возьмем. И теперь нам нужен администратор. Администраторы? Блин, администраторы, вы какие-то все наркоманские. Давайте возьмем Масато Сасаки. Масато Сасаки. Отлично. Ресторан не работает. Чего это он не работает? Чтобы ресторан администратор-официант... Ага, не забудьте также выбрать меню, которое появится, понравится посетителям. Так, вроде бы мы все с вами выбрали. И знаете, даже интересно будет посмотреть, как у нас сейчас будет проходить работа нашего ресторана. Хотя бы сегодня сможем посмотреть. Что-то мне страшновато. Надо немножко опустить наши стенки. Так, я смотрю, что нашему Седеру нужно в туалет. Давай быстренько сходи в туалет. Люди уже идут? Ой, ребята. Элис Спенсер к нам пришла какая-то. Привет, Элис. Ты хочешь к нам в ресторан зайти? Я тут даже музыку включила. Я вот... А, новая волна у нас здесь. Ой, ребят, смотрите, сколько к нам троечек-то пришло. Заходите, пожалуйста. Стой. Я хочу, допустим, управление, и я хочу тебя поприветствовать. Так, Седер. Понимаешь, тебе придется сейчас напрячься. Твоя дочка пока что отдыхает дома, но мне кажется... Ага. Давайте вниз пойдем. Ой, сколько народу, ребята, я нервничаю. Давайте всех поприветствуем. Здравствуйте. Со мной хоть кто-нибудь поздоровается? Приветствую вас. Так, поздоровались. Хорошо. Ой, ребят, сколько людей. Может, мы реально... Я думала сделать меньше мест для посадки, но я понимаю, что... И так их очень... Как-то многовато заказать стол, не пускать новых посетителей. Здравствуйте. Вы все тут счастливы? А ты кто такой? Джейк Хантинтон. Ой, какое имя знакомое. Так. Ты хочешь кушать, да? А я с тобой ничего не могу, да? Вот, потому что нас же уже поприветствовали. А давай мы смешно представимся. Я же Седер, хотя я должен быть веселый. Ты такой бледный, я смотрю. Что-то с тобой еще можно сделать? Мы ему понравились, смотрите. Дружелюбное действие. Мы можем ему искренне комплимент сделать. Так, слушайте. А мы не можем не пускать новых посетителей? Я боюсь, что мы просто не успеем. Что-то здесь наши повара, они тут работают. Пути лица. Я думаю, что мы сейчас должны не пускать новых... Давайте не будем пускать новых посетителей. Пусть хотя бы вот этих успеют обслужить. Потому что я боюсь, что с таким количеством мы просто ничего не успеем сделать. Так, морской волк. Открыто три часа. Морской волк. Отлично. А что мы можем с тобой еще сделать? А переименовать я бы хотела. Ну ладно, переименовкой будем потом заниматься. Так, что мы еще? Управлять работниками, посмотреть отчет о смене. У нас столько расходов, как вы видите. Куда вы все выходите? А, тут они все в парочками пришли. Какая-то ты стрёмная барышня. Знаете, мне кажется, что мы должны с вами вот эту музыку разнести по разным точкам. То у нас получается, что только в одном месте новая волна. А, вон, мы здесь можем сейчас название нашего ресторана поменять. Давайте вот тут еще музыку нашу повесим. Музыку. Повесим в музыкальный центр, я имею ввиду. И давайте-ка где-нибудь... Ага, смотрите, они тут у нас уселись. Окей, хорошо, что вы здесь сели. Поднимем... Вот так сделаем. И, наверное, где-нибудь вот тут мы тоже должны разместить с вами настенную колонку. Ну, чтобы они к нам пришли здесь отдыхать. И, в принципе, стоп. Зря переключились. Так, давайте назовем ресторан Джокеров. О, ресторан. Даже не Джокеров. Смотрите, у нас получается Седер и Джокер владельцы. Давайте назовем Джосера. Джосера. О, мне кажется, что очень даже неплохое название получается. То есть у нас от Джокера и Седера. Такой вот микс получается. Правда, у нас пока что дом Морской Волк не переименовался. Ну, ничего страшного. У нас пока что нет ни обзоров, очки бонусов. У нас есть всего лишь 75. Так. Что, у нас все кушают, да? О, вот эти уже меню изучают. Давайте мы узнаем, все ли в порядке. Так, у этих узнаем, все ли в порядке. А, это вон наш Седер там и находится. Блин, теперь он голодный. Давай мы спросим у тебя, все ли у тебя хорошо. Романтика нет. Нам не нужно с ним быть романтиком. Тебя спросим. У этой парочки надо спросить. Вам тут все, надеюсь, нравится? Уделить приоритетное. Ну, давайте просто спросим. Надеюсь, у вас разыгрался аппетит. Мы очень вкусно готовим. Вообще, мы готовим вкуснее всех в этом городе. Так. Узнать, все ли в порядке. Так, давайте посмотрим, как у нас там со сменой. О, у нас одни расходы. Ресторан Джосера. О, уже переименовался. Что мы можем с тобой сделать? Может, ну давайте мы повысим их? Все, повысили, да? Так, отлично. Я бы еще тебя, наверное, повысила. Так, Джокер. Ой, Джокер, господи. Седер, пообщайся с ними. Все, хорошо, да? Я рада, что все хорошо. Нам бы желательно... Ты что, завис тут, да? Добро пожаловать в мой ресторан. Надеюсь, вам нравится. Такс. Ну, вообще, это круто. Нам надо, кстати, с вами уволиться, потому что мы не будем с вами здесь работать. Мы будем работать только в нашем ресторане. Надеюсь, наш ресторан пока оправдывает те самые ваши ожидания. Конечно, оправдывает. Так, давайте повысим этих. Шеф-повар Вадим Мухин должен продолжать обучение, чтобы... А, должен продолжить. Так. Иначе Вадим будет готовить блюда плохого качества. Ну хорошо, мы парочку человек сейчас повысим. Эээ, так. Так. Я думаю... А больше мы их в ближайшее время повышать не будем. Так. Так, администратор, я тебе даю аванс такой. Пожалуйста. Работай хорошо. О, смотрите, доволен. Отлично. А вот барышня какая-то, знаете, такая ходит. Совсем недовольная. У нас есть 150 баллов, но мы пока что, как видите, их потратить ни на что не можем. Любопытные. Посетителей надо приносить. Дополнительный... Вот дополнительный официант нам реально понадобится. Так. Мне не очень нравится. Давай я... Ну, уделим тебе приоритетный. Ты такая стрёмная, лысая. 225. Мне не очень понравилось, приходится долго ждать. Не переживайте. У нас будет 350 очков, и мы с вами купим... Купим нового официанта. В любом случае, нам нужен новый официант. Так, а кому уже принесли еду? Смотрите, вот этим, да? А, эти уже покушали. Так. Ура, я знал, что я буду стараться, этот день наступит. Спасибо, мистер Сед, я вас не подведу. Блин, ребят, вот этим теперь тоже надо управление уделить приоритетное. Вы слишком важны, чтобы заставлять нас ждать. Вас ждать, нас ждать, вас ждать. Принесите им кто-нибудь еду. Все нормально, да? Седр должен приступить к работе через час. Знаете что? Я не буду больше у вас работать. Я открыл свой собственный ресторан. Вы уверены, что Седр должен бросить работу? Да. У меня свой ресторан. Два обзора. О, ребята, время ожидания. Ну да, понятно, что возможности роста, качество еды, достоинство, атмосфера. Ну, спасибо. Так. Главное, чтобы от нас кто-то... По-моему, от нас кто-то ушел, да? Пусть уже тех обслужат сейчас. Мы можем сейчас открыться. Пускать новых. Пусть открывается. Пусть люди заходят. Так. 217 миллионов у нас? Так что у нас там по статистике? Смотрите, у нас есть чистый доход. 230 миллионов. Это круто. Довольные, довольные. Все у нас довольны. Изысканная кухня первого уровня. Хорошо. Здесь у нас пока никто не стоит. Так. Ну ты молодец. Ты работаешь. Управлять Вадимом. Хвалить. Узнать мнение о работе. Понизить должность. Повысить до должности. Критиковать. Простить изменить скорость готовки. Тщательно. Давайте тщательно пусть готовят. Чтобы всем нравилось. Я понимаю, что они, наверное, будут медленнее. Он медленнее, наверное, будет готовить. Мы классно с ним пообщались так через стенку, да? Так. Управлять Вадимом. Что еще можно? Оплатить обучение. Краткое обучение. Давайте оплатим. Ты же никуда сваливать не соберешься? Спасибо за то, что решили сделать вложение в мое будущее. Я пройду обучение в свободное от работы время. Ой, мадемуазель, а куда вы собрались-то? Тебе не нравится долго ждать? А, дружелюбнее. Угу, поприветствовать. Ой. Смотрите, еще один неприличный, непривычный. Узнать все ли в порядке. Так. С каким персоналом тут у нас проблемы? Так, администратор. Уважаемый администратор, вы что, нахамили тут кому-то? Масата. Я сейчас тебе как расскажу тут? Оплатить обучение. Ну, давайте тоже краткое обучение. Их всех нужно обучивать, как вы понимаете. Блин, ребят, немножко осталось. Совсем чуть-чуть. И мы сможем с вами купить еще одного официанта. Может, они хоть быстрее будут. О, пятна. Триста восемьдесят. Все, прекрасно. Так, избыточный урожай. Давайте дополнительного официанта купим. Угу. Потому что без официанта нам будет полная попа. Значит, нанимаем еще одного официанта. Может быть, они будут быстрее как-то передвигаться. Давайте возьмем вот этого. Кришна. Кришна. А, смотрите, можно Айю. Давайте Айю лучше. Ага. Отлично. Теперь у нас появился еще один человечек в нашей команде. Я думаю, что Седр будет счастлив. Кто тут разговаривает? А, вот она. Она уже и пришла. Чего-то я нервничаю за наш ресторан. Нанял новую официантку. Айя Муни придет на работу в кратчайшие сроки. Так, у нас тут музычка играет. Все дела. Красота. Заказать столик. Так, нам нужен будет новый еще администратор, ребят, как вы понимаете. Да и вообще нам много кто и много чего нужно будет. Знаете, я думаю, что нам нужно сейчас отправиться домой и посмотреть, как же там наша дочка. А вот мы уже с вами и дома. Ну что, деточка моя родная. Элина, где ты? Элина. Ты хочешь кушать, да? Ну и теперь куси пока что. Так, вижу, что девочка тоже вернулась. Элина, у тебя все окей. Можешь поиграть пока что с кошечкой. Ой, а ты чего такой сердитый? Не будь таким взлюкой. По-моему, тебе нужно искупаться, нет? А кто воняет, расскажите мне. У нее какая-то еда, да, что ли? Наблюдать, как дать еду из багажа, проверить малыша. Слушайте, а может она что-то у тебя тут таскает? Нет. А, это у нее... Это не она воняет? Ну, в смысле, неприятно пахнет. Получается, у нее эта фантазия там разыгралась, да? Слушай, где может телевизор посмотри? Что ты идешь делать-то? Выглянуть из окна? Тут есть такая даже фишка. А, ты так досуг повышаешь. Прикольно, я даже не знала, что мы можем так сделать. Слушай, а может с дочкой поиграй немножко? Так, наблюдать, как играет, дать проверить другие. Поиграй с ней, а? Дать напиток. О, а ты уже стал уверенным. Так, а ну давай-ка, может быть, посчитаем на ночь? Мне кажется, что надо нашим ребятам... Все. Хватит тебе играть с котиком. Мне кажется, что нам нужно бы в следующий раз... Вот сейчас они выспятся. Точнее, даже нет, не уложить. Отправиться к нашим Джокерам. Дать напиток. Проверить. А я хочу тебя почитать. Смесь, уложить, почитать на ночь. Давай почитаем. Пусть Седдер почитает своей дочери. Странно, смотрите. Не, все равно получается она какая-то вонючая немножко. Ну, в хорош... Ну как, в хорошем смысле нельзя быть вонючим. Так, ложись спать, пожалуйста. А, ты даже уже просто так легла спать. Все, ребенок у нас уже уснул. Так, ну что, Седдер? Я думаю, что тебе тоже нужно выспаться. Я надеюсь, что с нашим там рестораном ничего не произойдет за время нашего отсутствия, да? Шесть обзоров есть, ребят. Шесть обзоров. Обслуживание хорошее. Рейтинг отражает популярность вашего заведения. Но у нас пока что только 30 очков бонуса, как вы понимаете. Ваш ресторан, ресторан Джосера, тратит больше, чем зарабатывает. Не мешало бы его закрыть до тех пор, пока вы не найдете время прийти и все исправить. Ну, я все понимаю, что он пока что... Ну, куда ты отправилась? Чего случилось-то? А, тебе в туалет нужно. Сейчас разбуди, конечно, Седдера. Седдер, приучай горшко Элину. Элина? Элина? Давай... Почему ты не хочешь? Ты... Я понимаю, что ты у нас самостоятельная. Ну, нельзя же быть такой капризулькой. Так. А ты, наверное, пока что, Седдер... Сядь, наверное, поиграй. Поиграй в игру Симс. Пока твоя маленькая дочка делает свои дела, ты можешь пока что в Симсов поиграть. Так. Все нормально, да? Так, Элина. Ну, не будь грустной. Я думаю, что тебе нужно немножко поиграть в куклы, ребят. Ой, не надо ломать только ничего. Не сердись, пожалуйста. Ты хочешь кушать? Ай, ладно. Седдер уже играть ни во что не будет. Чувствую, что Седдеру нужно сейчас немножечко себе... Сейчас... О, повысил досуг. Значит, дай еду для Элины. Яблочное пюрешко. Элина играть не хочет. Она очень сердитая. Седдер. Все, хватит играть. Покорми ребенка. Она такая злая, как ты видишь. И тебе еще в туалет нужно? Давай ребенка посади кушать. А после этого сам отправься в туалет. Так, друзья мои. Ну что, я думаю, что нам уже пора подвести итог этой серии. Потому что мы как-то заигрались. Да, и я застроилась, скажем так, с этим домом. В общем, в этом ролике мы с вами уволились с работы нашей. С нашего... Мы были посудомойщиком. Мне кажется, это не лучший вариант для нашего Седдера. И теперь он стал владельцем... Полноценным владельцем ресторана. Мне кажется, это очень и очень круто. И я думаю, что в новом ролике мы, во-первых, сходим в ресторан с нашей девочкой. А туда мы можем, кстати, с собой взять Джокера и его семью. И вообще к Джокерам сходить, посмотреть, как у них там дела. Я надеюсь, что вы поддержите меня лайком. И если хотите, конечно же, больше серий по нашим Симсам 4 из жизни Джокера, Харли и их родственников. И, конечно же, нажимайте на колокольчик возле подписки на канал, если хотите больше роликов, больше серий. Я желаю вам всем хорошего настроения и удачного дня, друзья мои. До новых роликов и до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok